всем кротовый привет дорогие друзья с вами снова я паша фриман и сегодня у нас новый обзорчик на очередную новинку патча 2.0 низкоранговый истребитель танков франции лорейн 37l соответственно машинка достаточно интересная на мой взгляд хотя я думал изначально что она будет прям далеко не очень но я был не прав покатавшись на ней я понял что она достаточно забавная и сейчас я вам про нее немножечко расскажу но перед этим я напоминаю чтобы вы периодически проверяли подписочку на канал потому что она иногда бывает слетает ну и давайте начинать бв рейтинг у нас 1 и 3 47 миллиметровая пушка са-37 и бешеная перезарядка в 3 секунды позволяют нам довольно весело на этом истребители танков раздавать звездюлей к тому же вертикальные углы наведения от минус 13 до плюс 16 градусов позволяет нам играть также от холмов и складок местности но есть несколько нюансов во первых полное отсутствие брони как вы можете заметить у нас самая толстая часть это броня корпуса которая имеет всего 9 миллиметров то бишь нас убивают все со всего чего угодно за исключением если вам например будут стрелять в щит вокруг пушки там снаряды скорее всего будут просто пролетать насквозь но такой бывает не всегда обычно все пытаются завалить ее в корпус ну или во всяком случае казенник от чего бывает разрушение корпуса если по вам будут стрелять кумулятивыми либо фугасными снарядами а на этих боевых рейтингах вы можете встретить таких противников как например штурм панзер 2 которому вообще в принципе пофиг куда стрелять даже в 10 метрах от вас он может попасть и вас скорее всего заберет осколками от взрыва разумеется никакой защищенности от авиации у нас тоже нет экипаж у нас полностью открытый как и боекомплект соответственно любой самолет прилетевший и увидевший вас скорее всего с одной из двух очередей вас заберет в ангар к тому же нас не самая лучшая подвижность 70 лошадиных сил всего двигатель на 7 и 2 тонны веса у нас максималочка неплохая где-то в районе 30 километров в час мы постоянно ездим а вот задний ход у нас не очень всего где-то в районе 6 километров в час соответственно уехать из-под атаки противника у нас не получится ну и конечно же основной опасность нам будет представлять все я сначала подумал типа сказать отдельно прозит нитки потому что они скорострельные нас разумеется пробивает насквозь но в целом так поспоминал как по мне стреляли почти любые попадания это практически гарантированный ваншот поэтому подставляться на этом истребители танков я бы вам не советовал лучше играйте издалека благо у нас замечательная баллистика с которой очень комфортно играть неплохой зум на орудии и соответственно очень хорошие сплошные снаряды и кроме них у нас хотя ничего больше нет ни фугасов ни кумулятивов ничего только сплошники на 90 пробоя плотную до 100 метров и в районе 70 миллиметров с 500 метров сам снаряд летит достаточно быстро 855 метров в секунду поэтому и баллистика хорошая и упреждение брать довольно комфортно но есть одна проблемка это то что у снаряда нет трассера то есть не всегда вы сможете понять как у вас летит снаряд чтобы взять упреждение более правильно по противнику поэтому надо немного настреляться с этого орудия ну и в дальнейшем у вас уже будет все неплохо как мне кажется потому что я в целом на ларине 37 л получал удовольствие от игры если конечно не подставлялся под противника и не катился на захват и точек захватывать точки конечно все равно надо потому что это ускорит и прокачку хотя низкоранговая техника в принципе за 1 за 2 боя выкачивается в топ но тем не менее лучше всего ребят на самом деле играть на ней с расстояния опять же хороший пробой отличная баллистика и отсутствие брони то есть все равно на сближение вам играть лучше не стоит потому что любой танчик опять же расстреляет вас пулеметом или вам выведет орудие из строя как минимум и это будет конечно же фатально ну и разумеется из-за низких боевых рейтингов очень многие игроки но будут сильно тупить потому что на этих боярах но как вы понимаете это резервы по сути очень много новеньких игроков которые еще не совсем понимают что да как вы про тандере происходит как карты выглядят как стрелять как ездить и так далее то есть мало будет союзников которые вам реально смогут помочь поэтому играйте от третьей линии атаки то есть даже во вторую я бы вам не советовал ласоваться хотя если вы прям сильно уверены в своих силах а также знаете карты то можете принципе со второй линии атаки воевать хотя бывают моменты когда можно и практически взор крашу устроить и расстрелить противника сбор то конечно мы можем в лобовые проекции практически всех расстреливать без проблем но я бы рекомендовал опять же брать курс на объезд противника и с средней дальней дистанции расстреливать всех по бортам благо из-за низкого боевого рейтинга все танки плюс-минус одинаковые и очень часто ваншотятся с одного выстрела соответственно заборевое воздействие снарядов тоже замечательное вообще в принципе эта пушка очень клёвая для своего боевого рейтинга я думаю что ее можно брать и на боевые рейтинги повыше вплоть там до 3 и 3 3 7 можно и к вешек с нее простреливать я думаю было бы интересно надо будет как-нибудь на стриме попробовать это поделать принципе дать еще какие-либо советы ну наверное смысла уже нет как бы играйте максимально аккуратно можете играть от холмов главное чтобы вы могли в случае чего отъехать и починиться в укрытие поэтому выбирайте пути атаки таким образом чтобы можно было куда-нибудь спрятаться от противника конечно же остерегайтесь авиации но тут принципе вы ничего больше поделать не сможете у нас нет ни зенитного пулемета ничего только если самолет будет слишком низко лететь и вы тогда сможете разбить с пушки в других ситуациях нужно будет рассчитывать только на союзников которые будут либо стрелять зенитками по авиации либо летать на других самолетах и воевать с противником так что как вердикт можно сказать что эта пушка по сути хрустальная минимум живучести зато максимум огневой мощи для своего боевого рейтинга вот такая вот новиночка патча что вы думаете по поводу лорейна 30 мл можете писать в комментариях мне будет интересно почитать своим мнением я с вами поделился соответственно друзья в игре недавно запустили battle pass он же боевой пропуск и я сделал ролик с его полным разбором чтобы вы не спрашивали постоянно у меня каждый стрим по 35 раз что это за battle pass и как это он работает и так далее я там все объяснил ссылочку я оставлю в описании поэтому приходите и смотрите видосик я думаю что вроде бы как я там все рассказал от и до то есть вопросов по идее возникнуть у вас не должно по поводу боевого пропуска также друзья приходите на стримы они у нас практически каждый день чем больше онлайн и тем быстрее развивается канал и нас с вами недавно стало 90 100 тысяч соответственно нам остался скажем так последний рывок до соточки меньше 10 тысяч подписчиков уже на данный момент поэтому друзья подписывайтесь на канал ставьте лукас если вам понравилось видео не забывайте также подписываться в группу вконтакте в дискорд в инстаграм и на мой твич все ссылочки будут в описании тому же на скоро стартует прохождение киберпанка которую мы будем проводить на ютубе так что если вам интересно тоже подписывайтесь на с вами был паш фриман всем удачи хорошего рандома и пока пока друзья